Всем привет! С вами Техноарена, канал который знакомит вас с новинками смартфонов. Сегодня представляю вам обзор сравнения сразу четырех смартфонов компании Huawei. Поговорим о моделях P40, P40 Pro, P40 Lite, P40 Lite E. Давайте сравним их, посмотрим чем схожи и чем отличаются эти смартфоны. Под видео я оставил ссылки на магазины, где вы сможете найти лучшие цены на эти смартфоны. Подписывайтесь на наш канал Техноарена, так вы будете в курсе новинок в индустрии смартфонов. Буду рад, если расскажете о наших обзорах друзьям. Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, делитесь своим мнением в комментариях под видео. Итак, начнем! Смартфоны интересны и привлекательны внешне. Модели P40 и P40 Pro похожи по дизайну и размеру. У P40 длина 148,9, ширина 71,06, толщина 8,5 мм, вес 175 граммов. Размеры P40 Pro длина 158,2, ширина 72,6, толщина 8,95 мм, вес 209 граммов. Смартфоны P40 Lite и P40 Lite E больше размерами. Высота корпуса P40 Lite 159,2, ширина 76,3, толщина 8,7 мм, вес телефона 183 граммов. У Huawei P40 Lite E высота 159,81, ширина 76,13 и толщина 8,13 мм, вес смартфона 176 граммов. Корпус P40 Pro сделан из прочного стекла и алюминия. Передние и задние панели стеклянные. Дисплей обрамлен тонкими алюминиевыми рамками. P40 спереди покрыт стеклом, у дисплея есть тонкие рамки. P40 Lite стеклянные, а рамки у него сделаны из пластика. P40 Lite E спереди покрыт прочным стеклом, у дисплея есть рамки из пластика, спинка блестящий пластик. Смартфоны приятно держать в руках, все четыре смотрятся достойно. Корпус у P40 и P40 Pro матовый, у P40 Lite и P40 Lite E глянцевый, блестящий, довольно скользкий. На их поверхности остаются пятна от пальцев. У всех четырех моделей есть два варианта цвета. У Huawei P40 и P40 Pro это мерцающий серебристый, черный. У P40 Lite изумрудно-зеленый, полночный черный. У P40 Lite E ярко-голубой, полночный черный. Селфи-камера у P40 и P40 Pro помещена в горизонтальный блок, в котором у P40 находится фронтальная и ИК-камера. У P40 Pro фронтальная камера и объектив для измерения глубины резкости. Блок расположен в верхнем левом углу экрана. У P40 Lite и P40 Lite E фронтальная камера из одного объектива встроена в экран и расположена вверху с левой стороны дисплея. Над экраном разместился динамик. Что касается тыловых камер, то у P40 она состоит из вертикального блока с тремя камерами и двойным светодиодом. У P40 Pro из вертикального блока с четырьмя камерами и двойным светодиодом. У P40 Lite есть квадрокамера, размещенная в квадратном блоке с светодиодом под ним. Камера P40 Lite E помещена в вертикальный блок из трех камер, под ним тоже есть светодиод. Блоки с камерами смартфонов расположены в верхнем левом углу спинки. У P40, P40 Pro и P40 Lite E в левом нижнем углу есть горизонтальный логотип Huawei. У P40 Lite он находится у нижнего торца посередине. У Huawei P40 и P40 Pro есть экранный сканер отпечатков пальцев. Датчик отпечатка пальцев у Huawei P40 Lite E находится с обратной стороны корпуса посередине. У Huawei P40 Lite датчик отпечатка расположен в кнопке питания на правом боковом ребре. Также у смартфонов есть датчики освещенности, гравитации, компас, приближения, разблокировки по лицу. У P40, P40 Pro есть датчик жестов, кола, гироскоп, датчик цветовой температуры. У P40 лазерный датчик, у P40 Pro инфракрасный датчик. Функциональные клавиши у смартфонов расположены идентично. На правом ребре есть клавиша громкости и кнопка питания. У смартфонов есть поддержка двух сим-карт. Карта памяти вставляется вместо одной из них. У P40, P40 Pro и P40 Lite используется nano-memory до 256 гигабайт. У P40 Lite E microSD. На нижнем торце P40 и P40 Pro есть лоток для сим-карт, разъем для подключения зарядного устройства Type-C 1.0, микрофон и динамик. У P40 Lite и P40 Lite E на нижнем торце есть аудиовыход для наушников 3,5 мм, разъем для зарядного устройства. У P40 Lite это Type-C, у Huawei P40 Lite E microUSB. В нижнем торце телефонов разместился микрофон и решетка динамика. В верхнем торце есть второй микрофон для шумоподавления. Смартфоны имеют большой яркий сенсорный экран с закругленными краями. Он покрыт закаленным стеклом. Huawei не уточняет, каким именно. У P40 и P40 Pro тип экрана OLED, у P40 диагональ 6,1 дюйма, разрешение 1080 на 2340 пикселей, соотношением сторон 19,5 к 9, PPI 422. У P40 Pro диагональ 6,58 дюйма, разрешение 1200 на 2640 пикселей, PPI 421. У P40 Lite IPS LCD экран с диагональю 6,4 дюйма, разрешением 1080 на 2310 пикселей, PPI 398. А у P40 Lite E TFT LCD IPS экран с диагональю 6,39 дюйма, разрешением HD+, 720 на 1560 пикселей, соотношение сторон 19,5 к 9, показатель PPI 269. Яркость регулируется автоматически, читаемость хорошая даже у бюджетного P40 Lite E. Доступна модная черная тема, есть фильтр синего, уберегающий глаза и другие функции. P40 и P40 Pro работают на Android 10 с оболочкой EMUI 10.1. P40 Lite работает на Android 10.0 с оболочкой EMUI 10.0.1. P40 Lite E действует на базе Android 9 с оболочкой EMUI 9.1. Все стандартные приложения у смартфонов функционируют нормально, есть календарь, калькулятор, заметки, диктофон, приложения с прогнозами погоды, контакты и так далее. Система поддерживает функции управления жестами, разделение экрана, можно регулировать размеры шрифтов, устанавливать темную тему и выбирать цветопередачу. Тыловая камера P40 состоит из трех объективов. Ультракамеры UltraVision разрешением 50 Мп, светосилой f1.9, ультраширокоугольным объективом на 16 Мп, светосилой f2.2 и телеобъективом на 8 Мп, светосилой f2.4 с оптической стабилизацией изображения двойным светодиодом. У P40 Pro есть квадрокамера, ультракамера UltraVision 50 Мп, широкоугольный объектив со светосилой f1.9 с оптической стабилизацией изображения, ультраширокоугольный кинообъектив на 40 Мп со светосилой f1.8, сверхчувствительный телеобъектив на 12 Мп со светосилой f3.4, оптической стабилизацией изображения, 3D объектив для измерения глубины резкости. Камеры обоих смартфонов делают потрясающие снимки с хорошим светом и отличной детализацией изображения, выхватывая мельчайшие детали при съемках пейзажей. Можно увеличить часть изображения и рассмотреть все детали даже при ночной съемке и недостатке освещения. Режим портретной съемки на базе искусственного интеллекта создает снимки с эффектом боке, позволяющим размывать фон и сосредотачиваться на объекте изображения. Макросъемка выявляет мельчайшие детали при съемке с расстояния 2,5 см. Профессиональный широкоугольный кинообъектив UP40 Pro с разрешением 40 Мп с сенсором RYYB позволяет записывать видео в разрешении 4К на основную и на фронтальную камеры при любом освещении. Доступен режим замедленной 7680 фпс и ускоренной видеосъемки. Две задние камеры, работающие одновременно, позволяют наблюдать общую сцену и фокусироваться на центральной части. Качество видео у P40 также великолепное. Квадрокамера P40 Lite состоит из основной камеры с разрешением 48 Мп, светосилой f1.8, широкоугольной камеры 8 Мп со светосилой f2.4, модуль макросъемки 2 Мп со светосилой f2.4 и датчика глубины со светосилой f2.4. Под камерой есть светодиодная вспышка. P40 Lite E получил тыловую квадрокамеру с тремя объективами и двойной светодиодной вспышкой. Главная камера 48 Мп, светосилой f1.8, ультраширокоугольным объективом на 8 Мп со светосилой f2.4 и объектив на 2 Мп со светосилой f2.4. Благодаря искусственному интеллекту камеры этих смартфонов способны создавать четкие снимки, портреты с эффектом боке, детализированные пейзажи, полные света и ночные съемки. Фронтальная камера P40 и P40 Pro с разрешением 32 Мп, светосилой f2.0, у P40 и f2.2, у P40 Pro подстраивается под натуральный цвет кожи и подсвечивает лицо, делая каждое селфи максимально естественным. Мультифокус, режим коррекции искажений улучшают кадр. Технология Huawei Golden Snap выбирает лучшие снимки, убирает прохожих из кадра, объединяя несколько фото в одно, устраняет блики. У P40 Lite есть фронтальная камера на 16 Мп и светосила f2.0. Она делает хорошие селфи с размытием заднего фона, цветопередача снимков натуральная. Смартфон снимает видео с максимальным разрешением Full HD. Фронтальная камера P40 Lite E имеет разрешение 8 Мп и она делает довольно четкие селфи. Смартфон снимает видео с разрешением 1080 пикселей и частотой 30 кадров в секунду. Необычайно высокую производительность P40 и P40 Pro поддерживает мощный 7-нанометровый восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 995G, видеопроцессор Mali-G76 MP16. При прохождении игр происходит полное погружение в процесс. Обновленные технологии обработки оптимизируют изображение, чтобы обеспечить плавную работу при низком энергопотреблении. От перегрева спасает систему охлаждения. Производительность P40 Lite поддерживает 7-нанометровый восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 810, видеопроцессор Mali-G52 MP6. У P40 Lite E действует 12-нанометровый процессор HiSilicon Kirin 710F и видеопроцессор Mali-G51 MP4. Конфигурация памяти у P40 6 или 8 ГБ оперативной 128 или 256 ГБ постоянной памяти. У P40 Pro 8 ГБ оперативной 128, 256 или 512 ГБ постоянной памяти. У P40 Lite 6 ГБ оперативной 128 ГБ постоянной. У P40 Lite E 4 ГБ оперативной 64 ГБ постоянной памяти. Смартфоны P40 и P40 Pro поддерживают 5G 2.4 ГГц плюс 5 ГГц, в том числе и у P40 Lite и 2.4 ГГц у P40 Lite E. Для передачи данных у P40 Lite P40 Lite E используется Bluetooth версии 5.0. У P40, P40 Pro Bluetooth 5.1. Есть GPS NFC модуль, кроме P40 Lite E. Емкость аккумулятора у P40 3800 мАч, быстрая зарядка на 22,5 Вт. У P40 Pro и P40 Lite емкость аккумулятора 4200 мАч, быстрая зарядка на 40 Вт. У P40 Pro есть быстрая беспроводная зарядка на 27 Вт и быстрая обратная беспроводная зарядка на 27 Вт. У Huawei P40 Lite E мощность аккумулятора 4000 мАч, быстрой зарядки нет. Итак, я познакомил вас с обзором-сравнением четырех замечательных смартфонов компании Huawei. Все смартфоны имеют интересный дизайн. У старших моделей и P40 Lite есть стеклянный корпус. У P40 и P40 Pro есть мощный процессор, обеспечивающий отличную производительность, привлекающую геймеров. Улучшенные камеры, большой объем оперативной и постоянной памяти, довольно мощные аккумуляторы. Модели P40 Lite и P40 Lite E хороши в своей категории. У P40, P40 Pro и P40 Lite есть функция быстрой зарядки. У P40 Pro еще есть быстрая беспроводная зарядка и быстрая обратная беспроводная зарядка. Отличаются смартфоны по весу и размеру другим параметрам. Какой смартфон понравился вам больше всего? Какой хотели бы приобрести? Может каким-то из них уже пользуетесь? Делитесь своим мнением в комментариях. Может быть у вас остались вопросы и пожелания? Буду рад обратной связи. Спасибо, что смотрите наши видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Техноарена, нажимайте на колокольчик. Вас ждет много интересных обзоров новинок смартфонов. Всем пока!